Добрый день, Валентина. Повестка сегодняшнего заседания регионального парламента насчитывала 34 вопроса. Первым делом депутаты рассмотрели вопросы имущественные, в частности заключение инвестиционных соглашений с целым рядом предприятий. Много споров возникло вокруг предоставления льгот в виде налога на имущество для Сбербанка. Цена вопроса свыше 50 миллионов рублей каждый год на 5 лет. Депутаты предложили отсрочить это на полгода до того, пока экономическая ситуация не прояснится. Фракция КПРФ в этой связи не голосовала за предоставление налоговых льгот крупному инвестору, но при этом мы предлагали сегодня вернуться к вопросу об индексации социальных выплат. Нас не поддержали в очередной раз «Единая Россия» и «Справедливая Россия» две фракции, так же, как это было и в прошлый раз. Тем не менее, большинством голосов депутаты все-таки решили предоставить льготы для Сбербанка. Вокруг предприятия НПП, которое располагается в Ватском районе, которое готовит крупнейший свинокомплекс, вопросов не было, и депутаты заключили инвестиционное соглашение. Валентина. Сегодня же депутаты хотели обратиться к руководству страны с просьбой о снижении процентной ставки по кредитам для предприятий и населения. Как депутаты проголосовали? По этому вопросу у депутатов было единое мнение. Большинством голосов, точнее, единогласно, они поддержали обращение в адрес руководства страны с просьбой поэтапно снизить базовую ставку Центробанка. Адекватная ставка та, которая сегодня посильно, скажем, да, в целом для субъектов хозяйствующих, и та ставка, которая существовала до увеличения, в целом никаких вопросов серьезных не вызывала. И жили в этих условиях, и кредитовались, и возвращают кредиты. Ну, и к слову, это не единственное обращение в адрес руководства страны от регионов. Уже известно, что соседний с нами Татарстан также направил в адрес руководства страны аналогичную просьбу. Студия. Еще один закон о чистоте и порядке. Что конкретно он предусматривает? Суть закона проекта заключается в том, что со следующего года площадки для складирования снега должны иметь твердое покрытие. Дело в том, что реагенты, которые используются для уборки снега, наносят большой ущерб грунтовым водам, если они находятся не на твердых площадках. Но второй вопрос в том, что далеко не все муниципальные образования используют реагенты при уборке дорог. Нижний Новгород собирает по 600 тысяч тонн снега, условно, за месяц. То в других районах, ну, если взять, например, Шаранский район, там очищаются улицы, достаточно небольшой район, но улицы очистили, и снег. Там такая площадка, может, и не нужна. Почему? Потому что там и посыпать не надо. Ну, не потому, что там нет гололеда. Конечно, гололед на основных улицах есть, но там можно посыпать песком. Там на улицах нет ливневой канализации. То есть, это разные методологические подходы. Закон вступит в силу со следующего года. До этого времени муниципалитеты должны найти место под создание таких площадок. И самое главное – средство на строительство этих площадок. Валентина. Спасибо, Ярослав. На гречневую крупу здесь до 150%. Рыбу и сахар – в районе 50%. Наибольшее число надбавок выявили в Перекрестке, Ошане и Ленте. Отмечается, что в каждом торговом объекте выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о ветеринарии, защите прав потребителей, технического регламента Таможенного союза. Представители магазинов ранее в интервью Горький ТВ отмечали, что прокурорские проверки магазинов негативно отразятся на бизнесе. Вопросы исполнения бюджета и бюджетного планирования стали главными на встрече главного федерального инспектора региона Ивана Костанова с руководителями территориальных органов исполнительной власти. На чем будут экономить – в нашем материале. Перед началом совещания Иван Костанов официально представил в должности нового федерального инспектора по Нижегородской области Дениса Москвина, который в тот же день официально сложил в себя полномочия депутата городской думы. Вопросы бюджетного планирования на совещании стали главными. В региональном Минфине сообщили, что больше наращивать объем госдолга, ровно как и дефицит, область уже не может. На 1 января 2015 года объем долга увеличился на 10 миллиардов рублей и составил уже 66,1 миллиарда рублей. Но удельный вес снизился, составил 63,7% в доходах без учета безвосместных поступлений. В общей структуре госдолга Нижегородской области львиная доля 80% составляют кредиты коммерческих банков со средней ставкой 12%. В прошлом году регион получил из федерального бюджета субсидию на замену банковского кредита на бюджетный. Но размер субсидии слишком мал, чтобы полностью перейти на бюджетные займы. В настоящее время в областном правительстве создали межведомственную комиссию антикризисного управления. Кроме вариантов экономии бюджета, в ее задачи входит мониторинг протестных настроений граждан и рост цен на товары и услуги. Главный федеральный инспектор по Нижегородской области особо отметил, что бюджетники и социально незащищенные категории нижегородцев пострадать не должны. Экономили на статьях, которые предусматривают отрасли, не связанные с социальной сферой. И сегодня тот бюджет, который утвержден по заявлению специалистов Министерства финансов Нижегородской области, в январе месяце пока прогнозно доходная часть бюджета выполняется. В правительстве Нижегородской области отмечают, что привлекать новые займы в этом году пока не планируется. Покрывать нехватку денег в бюджете будут за счет оптимизации затрат и работы с налогоплательщиками. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Илья Федулов, Горький ТВ. Кроме этого, экономить будут и на содержании государственных служащих. Уже известно о том, что в скором времени управление Федеральной службы по контролю за незаконным воротом наркотиков в Нижегородской области будет сокращено на 15%, а управление Федеральной службы судебных приставов в регионе на 10%. Сегодня на бирже доллар достиг 69 рублей, евро 77 рублей 90 копеек – это максимальный уровень середины декабря. Доллар же вплотную к нему приблизился. Центробанк на завтра установил следующие валютные курсы – доллар 68,73, евро 77,56. Нефть будет стоить 48,93. Редактор субтитров А.Семкин